Воспользовался ситуацией, пока Данюшка там по магазинам, подойдем глянем как отцветает магнолеокопус. Вон она красоточка. Мы на той неделе приехать к ней не смогли в гости, когда она была в самом-самом цвету. А сейчас все, видите листики уже появились. Лепесточки валяются на земле. Магнолия красотка отцвела. Смотрите сколько лепесточков валяется на земле. Вот они. Маленькие, нежные. Где-то свежие, где-то не очень. На ощупь, как вот такие тряпочки. Вот смотрите, как здорово. Все усыпано ее лепестками. Бананчики эффектно сейчас распустились из ложных стволов. Ой, гляньте там как выглядит бешернерия. Пойдемте посмотрим. Орешник. Надо на дачу поехать и орешник попилить. Вот что мы еще не сделали. Там прям много работы. Вот она красотка бешернерия. Мексиканское растение с почти пятиметровыми цветоносами. Надо будет ее обязательно сфоткать, когда она начнет цвести. Массовое цветение начинается как раз в конце апреля, начале мая. О, у этого растения гляньте. Два цветоноса. Оса и улитка, которая сидит на листочке. Так вот, кто ее ест. Погода сегодня потрясающая. Поэтому мы с Танюшкой поедем сейчас в Сочи. Погулять по Новогинской. Адлира сегодня цветет и пахнет. На следующей неделе ожидаются дожди, как это обычно и бывает. Не занимайтесь самообманом. Эта погода всего на несколько дней. Вот еще одна бешернерия. Естественный кондиционер в Сочинске еще не выключен. В горах лежит снег. Скоро зацветут коричники. Это одно из самых необычных явлений в Сочи. Но, к сожалению, часто проходит незамеченным. Потому что цветочки невзрачные. Магнолия готовится к цветению. Великолепная улица Молокова усажена десятками деревьев Магнолии. Подойдем сейчас к дубу. Дубы в Сочи цветут. Они эффектные, зеленые. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Цветут одуванчики. Скоро вся улица Ленина будет в одуванчиках. А здесь вы только гляньте, какая красота. Я даже пониже веточку опущу. Это цветет лавровый лист. Вот с этого момента его собирать бессмысленно. Весь аромат, все уходит на цветение. Поэтому надо теперь дождаться, пока он закончит свисти. Потом дождаться, когда закончится вегетация текущего года. И в декабре месяце можно снова его собирать. Вот тогда он будет самый-самый-самый-самый ароматный. Вот они его цветочки. Нежные. Цветочки лаврового листа. Где бы их так сфоткать поближе? На Дзен-канал буду размещать. Статью напишу, обязательно опубликую. Лавра весь усыпан цветами. Вот он, красавчик. Ну, согласитесь, он выглядит эффектно. Гляньте, до самой-самой вершины. Все в цветах. Вот он. Декоративно цветущее еще плюс ко всему растение. Сейчас многие подходят, удивляются. Ну и самое главное, если вы подойдете к цветам и их понюхаете, то поверьте, они пахнут цветами. Ну то есть медом, нектаром, но никак не лавровым листом. Многих это удивляет. Уверены, что эфирные масла должны и в цветочках пахнуть. Но это не так. Красавец, конечно. Лавровый лист цветущий. Он очень эффектный. Сочинские улицы. Улица Молокова. Адлеровский район. Подернутые зеленью. У меня Танюшка где-то по магазинам все застряла. Я говорю, давай, давай в темпе и поедем в Сочи. Гляньте, даже платаны, даже платаны начали распускаться. Вот они, нежные почки платана. Все, раскрылись. Скоро зазеленеют. И будут зеленеть до февраля месяца. То есть 10 месяцев. 10 месяцев будет длиться вегетация. А вот и первые одуванчики. Отцвели. Без комментариев чудесная погода. Сейчас наступили те самые дни, когда население Сочи делится на тех, кто в футболке и тех, кто в куртке. Я вот в своей этой спортивке. Вот он коричник. Вот видите, листья начали краснеть. Сейчас начнут массово опадать на землю. И уже побеги текущего года с бутончиками. Надо сфоткать, кстати, для заставки. Вон, какие красивые тюльпаны. По форме близкие к природе. А вот Амфолодес. Декоративное растение. В Сочи его очень много. Сейчас покрывают горные склоны. Нандина. Красотка. Выпустила первые побеги. Скоро-скоро зацветет. Будлея. Смотрите, какая красотка. Вот тоже с бутончиками уже. Голуби такие толстенькие. Вот наша машинка стоит. Сейчас дождусь звонка от Танюшки. И мы рванем, полетим в центр Сочи. Она просто хочет погулять. У нас сегодня будет просто семейная прогулка. Вот они, замечательные финики канарские. И за ними Хаммеропс. Но вот этот финик погиб. Вот, к сожалению. Даже по внешнему виду понятно, что все. Буду заменять. Вот он еще один. Краснейший на глазах. Коричневый. Сегодня, кстати, абсолютно немного машин. Я, честно говоря, даже удивлен. Обычно в такую солнечную погоду, ну тут пробка-очередь. А нет. Ой, сколько тюльпанов. Гляньте. Борвинок цветет. Анютины глазки. Тюльпаны. Амфа лодеса. Мрагоритки декоративные зацвели. Сочи, конечно, усыпан цветами уже. Нандина, Аукуба. В такие дни уже к силако полетает. Вон какая красавица без жирнерия. Вы только гляньте. Самое цветущее время наступило.